Нурсултан Азарбаев провел встречи с бывшим генеральным директором МАГАТЭ, лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Эль-Барадеи и президентом Глобального института безопасности Джонатаном Граннофом. Первый президент поблагодарил их за участие в заседании Астана-клуба и отметил роль Мухаммада Эль-Барадеи в становлении МАГАТЭ в качестве ключевого органа, ответственного за нераспространение ядерного оружия. Также Ель-Басе отметил роль Глобального института безопасности в деле нераспространения. Бывший генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что Казахстан на деле доказал свою приверженность идее построения безъядерного мира. А президент Глобального института безопасности дал высокую оценку деятельности Нурсултана Азарбаева, направленную на нераспространение оружия массового поражения. Приветствую вас обоих в Казахстане. Благодарен за решение принять участие на этом нашем клубе. Господин Альвардей, мы давно знакомы, много раз встречались. Вы в МАГАТЭ организацию техническую превратили в основной орган по нераспространению ядерного оружия. И мы с вами начинали создание банка низкообогащенного урана в Казахстане. И это осуществилось, это очень важное мероприятие, когда каждая страна необязательно обогащать. Можно будет получать здесь, уже первая партия низкообогащенного урана поступила в Казахстан. Я благодарен вам, господин Гранов, за то, что вы соединились к нашей дискуссии в Астана-клубе. И, возглавляя вам, Глобальный институт безопасности объединяет ведущих лидеров, мнение которых очень важно. Вот сейчас, в условном периоде, наш институт выдвигает очень важные инициативы, как Глобальный форум парламентариев за нераспространение отмену ядерного оружия. То, что все время Казахстан инициирует и занимается этим. Ну, вы хорошо знаете роль Казахстана в этом, в закрытии ядерного полигона. И во всех других вопросах по ядерной безопасности мы всегда активно участвуем. В этом году исполнилось 25 лет договору о нераспространении ядерного оружия. Мы ратифицировали договор о всеобщем запрещении ядерного оружия в этом году и очень активно участвуем. Я с удовольствием с вами встречаюсь, чтобы услышать и поделиться вашими мнениями о ситуации в глобальном мире. Господин президент, всегда рад видеть вас, встречаться с вами не первый раз. Казахстан действительно доказал свою лидерскую роль в нераспространении ядерного оружия. И когда мы говорим о ядерном разоружении, мы вынуждены говорить о глобальной безопасности или наоборот опасности. И, как говорится, Казахстан не только на словах заявил о своих намерениях, но и подтвердил конкретными действиями. То, что вы избавились от ядерного арсенала, закрыли полигон и сделали все возможное в этом направлении. Сейчас существует очень много вызовов. Главной задачей является транслирование ваших идей с местного уровня на глобальный. Меры по дальнейшему налаживанию диалога между ведущими державами мира обсудил Нурсултан Назарбаев с президентом Центра национальных интересов и издателем журнала The National Interest Дмитрием Саймсом. Стороны обменялись мнением относительно глобальной повестки дня. Первый президент отметил важность участия Дмитрия Саймса в работе Астана-клуба как эксперта по вопросам американско-российских отношений. Важность налаживания сотрудничества между Евразийским и Европейским союзом подчеркнул первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с бывшим председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Борозу. Ельбасе отметил, партнерство необходимо расширять на основе подписанного соглашения. В свою очередь Жозе Мануэль Борозу подчеркнул важность партнерства Казахстана с европейскими странами в рамках достигнутой договоренности. Прежде всего, господин первый президент, я очень рад встретить вас. Спасибо, что приняли меня. Важно поддерживать эту дружбу, которую мы сформировали за эти годы. И, конечно же, в Европейском союзе очень большой интерес расширять отношения и с Казахстаном, и с регионом. Мы признаем лидирующие позиции Казахстана в регионе и за пределами. Перспективы дальнейшего развития международного финансового центра Астана обсудил Нурсултан Назарбаев с председателем правления JP Morgan Chase International Джейкобом Фрэнкелем. В ходе беседы первый президент подчеркнул особую значимость площадки Астана-клуба в процессе выстраивания диалога между ведущими экспертами мира. Также Нурсултан Назарбаев отметил, что страна работает над развитием, высказанной израильским экономистом инициатива о том, что МФЦА – это важное трансформационное решение для Казахстана, которое станет толчком для экономического развития. Я действительно рад приветствовать вас и снова видеть в Казахстане. Вы – наш старый друг. И то, что такой выдающийся глобальный финансист, как вы, авторитетный ученый-экономист, успешный руководитель ведущих финансовых организаций мира, участвовать на нашем форуме – это очень приятно. Я вас благодарю за это. Я думаю, что Астана предоставляет возможность встречаться интеллектуалам, экономистам, политикам для обсуждения проблем насущных. Поэтому взаимодействие с вами для Казахстана очень важно. Вы отметили в своем выступлении, что МФЦА является очень важным трансформационным решением для Казахстана. Он будет толчком для экономического развития. Мы работаем, развиваем эту инициативу дальше. Сейчас МФЦА поднялся на 61 место в индексе мировых финансов.